Партнер программы – магазин детской одежды «Маленькие модники». Здравствуйте, дорогие мамы и папы! Вашему ребенку 5 лет, и он уже много времени проводит в играх со сверстниками. Именно поэтому в этом возрасте специалисты советуют начать посвящать ребенка в основы межличностных отношений. А помогут нам в этом сказки. В этой передаче мы научимся правильно подбирать и читать сказки 5-летнему ребенку. Сказка «Русская народная» называется «На гуси-лебеди». Жили мужик да баба, у них была дочка да сынок маленький. Доченька говорила мать, мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ее приказывали. Посадила братца на травки подошли. Чтобы сказки принесли пользу в развитии ребенка, надо их правильно подбирать и читать. В сказках для 5-летних малышей должны быть герои, которые учатся творить добро, преодолевать в себе трусость и совершать какие-либо решительные поступки. В этом возрасте ребенок уже понимает, что такое волшебство и как волшебники помогают творить добро. Поэтому такие сказки, как «Кот в сапогах», «Снежная королева» или «Волшебник изумрудного города» придутся вашему малышу по душе. Существует определенное негласное правило про чтение сказок. Чтение должно проходить в спокойной обстановке, и ребенку и взрослому должно быть удобно рядом друг с другом. Читать сказку надо вдумчиво, объясняя ребенку те слова, которые он, возможно, еще не знает. А на значимых моментах взрослый должен обязательно сделать акцент, остановиться и обсудить их с малышом. Ребята, а что было бы, если бы девочка съела пирог? Она бы сказала, и она бы пошла быстрее бы. Девочка скорее бы его нашла, правильно? Побежала девочка дальше, стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. Яблонька помогла бы? Да. Помогла бы. Важно, чтобы ребенок высказывал свое мнение о героях и тех событиях, которые происходят в сказке. Оно должно быть обязательно высушено родителям и принято таким, какое оно есть. Ни в коем случае нельзя говорить, что ребенок неправ, или осуждать его позицию. Неправильных представлений или заключений не бывает. И каждая точка зрения имеет право на существование. Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Вот, ребята, а если бы она поела киселька с молочком? Нашла бы скорее своего братца в домике у бабы-яки. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на куринушке. На лавочке сидит братец, играет с серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. Здравствуй, бабушка. Здравствуй, девица. Зачем на глаза явилась? Смотрите, сама-то. Вы только можете выразить свое отношение к ситуации, а ребенок сделает для себя вывод и решит, будет ли он придерживаться своих воззрений или прислушается к авторитетному мнению старшего. Также очень важно не читать несколько сказок друг за другом, ведь ребенок вполне может запутаться в происходящих событиях и вследствие этого не усвоить необходимого урока. А девочка, ребята, что вы о ней скажете? Какая она? Добрая. Хорошая девочка? Она исправила свою ошибку. Она очень любит своего братца и очень была взволнована тем, что он потерялся. Она его искала, искала. Кто помогал найти братца? Кто их спасала? Яблони. Рекарь. 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 И печка. И печка. Вот так оказывается у нас, как все получилось. Молодцы, ребята. Чтение сказок пятилетнему ребенку не должно длиться более 30 минут, иначе внимание малыша может рассеяться, и он начнет отвлекаться. Желаю вам удачного освоения сказок. До свидания. Для мальчишек и девчонок, для зимы и лета, для любого торжества и на каждый день. Детская одежда с ног до головы. Модно и комфортно. Улица Октябрьская, дом 10. Магазин детской одежды «Маленькие модники». Маленькие модники. Маленькие модники.